5 сам огромный привет на что мы с вами приехали в новый салон тут рядом дорога дико шумно я даже на данном этапе поняла что мне нифига не рады потому что здесь по адресу несколько разных салонов и у некоторых нет названия у других есть я позвонила уточнить по номеру если у них название какое чтоб не потеряться на что мне сказали мы ну в общем знаете таким мерзким голосом противным типа что-то отвлекаешь от работы у нас просто салон григорий тут вот они с несколько разных он так а у нас такой-то адрес и грида по такому-то адресу их несколько есть ощущение что месяц как нибудь изжимаем способом выпрут давайте проверим а я в принципе только из дома и ничего не наносила может не будем да а то я свой любимый кремик нанесла давайте очистим долго продержалась ну а по времени за сколько ложимся как пойдет беленький не такой синий если будет интерес но там вот основа светлая темная только черточка внизу от мои ноги да просто я не хочу ничего это афишироваться а я вас не буду афишировать но это и масс не выложу потому что я только если мне прям очень нравится что получается как-нибудь забористо классно весело красиво но это не обязательно то что мне показали это конечно бомба рок макияж такое обычно все боятся делать много подписчиков сейчас уже не очень много инсту же закрыли и всем лень заходить ну как они как бы есть но всем лень заходить поэтому остатки было роскоши и много срабатывать сейчас нет так что у вас такого ценник демократичный а для души вот это все из южной кореи обалдеть на цвета тут конечно очень много на на любой вкус и там и там еще а вот этом еще не снимали где тоже много цветов и синий есть всякие разница как не найду ракурс такой что помню вас а вы такую стрелочку до решили делать черного ребятами черного темно-синий рука мне жутко миша а если в сторонке поддерживаем ай-ай-ай-ай давить вроде так хорошо начиналась не понравилось не потому что мне как я сижу на доме вставать даже на кредит на век вы заново будете мне понравилось вы сами смотрите какие-то макияжи там как делать нет нет смысла да там все другие уже кубы не занимаетесь но вы при этом можете все равно любой макияж повторить фотки практически на это тоже наверно с опытом приходит когда много лет практикуешься потом уже не проблему но так ярко да ребят я знаю что многие мои подписчицы творческие натуры если вам нравится создавать дома уют менять обстановку возможно вам подойдет профессия дизайнера интерьера с ней вы точно не попадете в кризис потому что жилье ремонт в нем людям нужно всегда плюс можно работать из любого города даже удаленно и без нервяка потому что у вас не будет злого начальника стоящего над душой но как понять подходит ли вам эта профессия или нет ведь страшно сразу взять и вписаться в долгое дорогое обучение онлайн университета дискилл есть прекрасное решение бесплатный двух недельный курс дизайнер интерьера первые шаги на курсе под руководством опытного дизайнера за 14 дней вы создадите дизайн-проект для реальной квартиры в москва-сити освоите несложную программу для создания 3d картинок и поймете подходит ли вам эта профессия также вас ждет вам он разбора ваших работ вы узнаете как избежать частых ошибок и концу обучения сможете сделать вот такие работы и вишенка на торте вы сможете заработать свои первые деньги в дизайне потому что по итогам курса заказчик выберет понравившийся ему проект и заплатит за него 10000 рублей кто-то всю жизнь стоит на месте обесценивая свои способности и угасая на скучной работе кто-то развивается направлять свой талант в нужное русло поэтому не упустите возможность попробовать себя в роли дизайнера переходите по ссылке в описании и записывайтесь на курс абсолютно бесплатно прямо сейчас палочки на целярку главное чтоб красиво получилось люди за кадром они же не видят что происходит так они будут в курсе что вот такой-то продукт взяли такой-то цвет понимание процесса возникает а если им ничего не показывать они не не поймут может как нибудь прям шея уже устала нет вас под я могу я не могу к вам подойти потому что ваша рука меньше она же сбоку и сессия чудеса будем покупать на журналистику я кстати думал об этом когда не поздно типа даже если тебе 94 как вариант закрывать открывать вверх-вниз может в конце один раз затрону все чтоб не тереть может еще водичка это с моим вот это вот мицеллярную воду еще вода может мицеллярную воду а если мицеллярную воду водой смыть обычно не мицеллярный а то есть вроде это мыльный раствор и он как-то не очень на козу они потише сделать так громко я понимаю вы напрягаете куча народа но как-то людей тоже надо не просто просила смотреться вот лично мне вот я не хочу во всем этом участвовать в чем но я только лицо свое выбор по телефону по предупредили что я прихожу делать съемки так тоже нельзя вы пришли очень хорошо в следующий раз вас предупрежу ладно не я не все стал мне справиться просто иногда бывает что некоторых посетителей может допустим тоже напрягать если громко телек или радио но не стесняться сказать на самом деле просто вам нужно чтобы ваш голос там было сложно мне не требую прошу но как бы нет так нет поняли том зале им тоже нужно чтобы соседнем зале тоже чтоб слышно хорошо не как ну ладно и просить же не запрещено можно спросить я спросила в отказали хорошо ну типа ничего страшного нет чтобы спросить сказать что вот можно вот так можете выключить через телеку а ну сейчас да выключите но мы макияж продолжим выключите до конца я потом когда будем наносить поснимающих хорошо выключить пожарский руку нет я специально сняла пришла макияж вы мне по телефону предупредили что вы со съемкой пришли нет а почему я вам говорю в следующий раз тогда предупрежу в этот нет они так отчислить макияжик может я не хочу чтоб кто-нибудь смотри я с вас не снимаю вы что только себя ну в общем вопросы не задавать я поняла вас раздражает есть на меня уже напрягает что вы не предупредили еще и спросила можно ли радио прикрутить на уши на мышцу группу сюда бы позвали бы сразу да истинная учту хорошо что вам не нравится или следующий раз предупрежу ладно спрошу можно вот такой макияжик и я поснимаю почему в цирке я в сторонке ладно что помню как тоже нельзя знать я приду к вам домой и буду вам снимать без предупредлений смотрите просто если домой приходят это на личную территорию а если общественное место где услуга оказывается это немного другое но в рабочее время и я же но сначала сказала что я бы поснимаю еще до начала работы когда вы начали только я сказала что я бы сняла процесс об этом предупредили я бы вас не пригласил ну ладно не имею ввиду когда уже начали снимать вот я сказала что я поснимаю за из меня просто данного говорите что я не предупредила но как бы при начале работы я получается об этом сказала что я бы хотела снять как его делать пошагово и выложила куда-то да правильно но а у меня я хочу чтобы мою работу вы выложили а вот то что там на фотке как будто такое голубое а специальные краски для съемки вам надо было по телефону предупредили что вы делаете съемки вам краски именно для съемки для фото съемки это разная палитра это другие цвета но мы все же выбирали макияжик вы сказали что вы легко повторить когда выбирали да мне ничего не надо от вас смысле ничего не надо это идите с богом но если вы отказываетесь хотя бы сначала были не против ну окей тогда давайте не заканчивать что делать если вы на середине решили что вам не нравится либо можем доделать я вас не снимаю я салон не называю если все нормально то я вас не буду называть я потом вам дам ссылку посмотрите что я не называю салона просто выкладываю макияжки а стоимость на мне не сказали а бесплатно но тем более смысл вам трудиться время тратить так конечно не хочется зачем вы же работаете просто косметику тратить некоторые даже воспринимают это как реклама просят чтоб я наоборот их назвала там контакт их оставила что кому понравится они придут наоборот и так часто бывает нравится мастер даже если его нет в кадре он все равно но как бы чувствуется по энергии какое и хочется к нему прийти и часто бывает что увеличивается поток клиентов и сам мастер хочет чтоб так было а давайте ресницы сама накрашу дома как раз а вот как на макияжике полоска такая синяя сверху не получится такое сделать тоже специальная косметика нужно да для съемок все равно пойдете будете выкладывать наговорить гадости почему нет гадости не наговариваю как вот это все происходит не 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 про меня если вам сильно не нравится давайте я пойду тогда я вам дам ссылку посмотрите и сами увидеть ну нет конечно потому что это как зачем я не хочу удалять но съемка в общественном месте разрешено но не без просто да я вас не снимала вы даже в кадры не попали поэтому и в общественном месте даже можно снимать так чтобы кто-то попадал вот новости знаете там корреспондент рассказывает допустим и куча людей мимо проходят у нее же не спрашивают против они не прожим и в робот ну да но это общественная услуга в общественном месте но это не запрещено разрешено законом что если это общественное место у которого график работы и там свободный вход там любой желающий может вести съемку позвонила просто спросила если у вас услуга макияж вы сказали есть это контур до такого ничего не заспрашивает переговоры мне про вас рассказал а через сказали хорошая надеюсь не знаю а у вас не прямой у меня что кстати ты идея в youtube и на букву инстаграм youtube я слышала сказали чтоб я умылась да нет ну там вам посоветуем такая не удавана вы меня ненавидите за что я с вами ничего не сделала плохого все сколько он должна бесплатно прямо так давайте вам переведу что прям нет лишь бы ушла ну ладно спасибо так все смотри с ним что получилось и да и денег вы не хотите просто лишь бы ушла но вы старались большое спасибо и вежливо хоть не очень общались но все равно были вежливы это тоже не всегда бывает и даже вам не нравилось но вы все вели себя корректно вот не могу это не отметить а я предложила них не хотят не спросила можно выключить а я буду выключить зачем потом да 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 я говорю давайте я заплачу на говорит нет не платить я не но я не против я спрашиваю давайте заплачу мастер не хочет что-либо спасибо вы хотели бы на этом месте оказаться человека который обслуживает бесплатно я тоже плачу я тоже плачу так давайте вам переводить денежку смысл переводить все-таки не бесплатно да хорошо просто вы не стреляли ничего не надо день после не возьмете но в общем оплатить давайте карта не есть просто карта и кличете пока карта оплачу сейчас хорошо но это мое право что вы прицепились я не снимаю сотрудников как клиент хочет и все я вас не снимаю на мне снимать а я знаю может вы камеры теперь тогда тоже много пойдемте возьмите давайте я плачу так оплачивать или нет не хочу почему но это мои личные кадры я могу вам дать ссылку где вы потом если хотите посмотрите я все равно будет выкладывать youtube и инстаграм из какими не с плохими я конечно оставлю отзыв о том что на меня накинулась ваша посетительница с которой там какие-то переговоры шли и вы несмотря на то что сказали не оплачивать она на меня нажала что я не оплачиваю вы стояли молчали но в целом то что там результат у нас все равно не очень похож на образец да хотя бы его утвердили потом сделали меня виноватой что я выбрала никто у вас нет такой косметики надо было предупредить и в процессе вы тоже вначале разрешили съемку потом на меня наезжали всю дорогу что я снимаю и из-за вашего настроя все посетители тоже на меня агрились все кто вокруг сидели тоже все цикали и другие мастера хотя в принципе изначально съемку разрешили ну вы не против ли я сразу сказал что я бы поснимала вы такие ну а потом я осталась виновата но как бы и свои комментарии я даю только в рамках произошедшего то есть я не ну и у меня как раз из-за того что есть съемка если я выкладываю видео зрители могут оценить так ли это или что-то придумала я не хочу чтобы было бы мою работу и если я не права мне так и пишут что я там я не хочу чтобы мою работу просто не уложить на вопрос как бы просто у нас по закону любой человек который приходит получить общественную службу которая свободно предоставляется он может снять процесс в общественном месте если вы боитесь что я как-то буду вас обсирать то нет но если я не хочу участвовать во всем пока что вы мне только спас снимали я вас не снимала ваша лицо там даже название салона я выкладываю название место только если хочет мастер или если поступают как-то стрёмно можно идти вне а что долго выстоять да конечно я не буду видео долять мне просто уже пора бежать почему потому что потому что это мое видео которое я сняла придя в общественное место не хочу вот они давайте я тогда может кого-то вызовем давайте полиция нет удалите видео пожалуйста я не угрожаю нет может со мной поговорят я не угрожаю может вы удалите видео я сказала нет вы сказали пока я не удалю вы меня не выпустите нет я такого не говорила я такого не говорила это вы сейчас придумывайте чтобы выложить в интернет чтобы все это право богу есть запись оценят люди но если вы настаиваете мы можем вызвать полицию у меня есть такой опыт и они тогда вам объясняют что я имею право на это вы меня задерживать права не имеете я понимаю спасибо нет я не удалю пять раз уже сказали это для вас принципиально? ну конечно жизненно принципиально нет не жизненно если вы боитесь что вы попадете в ваше лицо попадет в камеру то нет ну я же не веду вас я вам говорю что его может меня прет и теоретически да и я буду в рамках в рамках ну просто я вам говорю что если вы не хотите я не буду вкладывать ваше лицо но вы же снимали мое лицо правильно? вы не не покажите что вы мое лицо не снимали ну как вам, ну как сам вам оставлять ну нет у меня нет сколько времени вам все показывать и я вам решить и я не хочу чтобы вы мое лицо выкладывали Nashville я не буду ваше лицо выкладывать я откуда знаю какие гарантии никаких гарантий просто потому что если я даже выложу что-то лицо на общество место это законно абсолютно и как я вам потом а почему я не хочу про меня спросили не буду просто на честное слово можете мне поверить я вам могу дать ссылку вы увидите что они выкладывали за эти мой ваш номер телефона ладно все я пойду давайте вот вы покажите мне что вы там делали и потом это пойдет я же вызову такси пойду хорошо скажите вашу ссылку давайте алена погребняк девушка пришла здрасте свой макия снимала как мне делали не хочет выкладывать в интернете сброса можно нарушение законов мироздания мироздания я не знаю я нужно полный список почитать нарушение законов мироздания я просто озвучила это на ваше усмотрение хотите прислушивайтесь хотите меня зубы против поля человека это нарушение буду знать хорошо ладно спасибо все можем разойтись ну неправильно поступили надо это я поняла обычную вы стесняетесь ли вам результат не понравился вы пришли без просто без спроса не предупредив что я буду буду снимать это правда как уж да читаю да нормально если как бы что-то может быть стыдно то это брать деньги за услугу за которую стыдно например вот обсинять услугу которая подразумевает оплату вообще не стыдно особенно когда кроме тебя никого нет в кадре это нормально попробуйте ладно до свидания из понятия но есть если что суть но я не планирую вас выкладывать не волнуйтесь хорошо до свидания у нас через несколько дней лето начинается но очень холодно на улице то есть все в зимней одежде ходят и я прям замерзла несколько минут буквально ждала такси но мне даже знаете сложно комментировать потому что с одной стороны да все мы в принципе закончилась на абсолютно мирной ноте без дальнейших обсуждений если бы я сразу последовала совету мастера просьбе до выключить камеру и все и ничего не снимала но вопрос в том что у меня бог но во-вторых и я действую в рамках закона и типа в общественном месте снимаю услугу за которую беру деньги с какого перепуга я должна про мне не снимать свое лицо да то есть я нахожусь в рамках закона и имею полное право не выполнять требования мастер более того в какой-то момент я сказала что если вы прям категорически против давайте ну просто это прекратим если вас раздражает она подходила и продолжала делать макияж виде что снимал то есть как бы она старалась настаивать но вроде как так чтобы это не было как-то на противозаконно и при этом из-за того что ну-ка каждому не знаю какое-то действие или вопрос в рамках макияжа опять же потому что я уже видела что то что мы делаем это вообще не похоже на образец ну то есть от слова совсем и честно говоря видя какая косметика изначально я догадывалась что может такое произойти но из-за уверенности мастера потому что она мне там показала довольно прикольные яркие фотки макияжа которые она делала даже как она сказала изначально на рок-концерт потом сказала на рок-вечеринку это было реально там очень графично ярко контрастно и она сказала что такой макияж ей вообще сделать плевое дело то есть а ее слова что это очень просто но потом в процессе почему-то она как-то в этом разочаровалась и в общем с одной стороны да она не хамила не грубила то есть она это где-то чуть-чуть пробовала делать но очень очень так мягко спокойно намеками так чтобы все было понятно но если чают ничего за это не было но в частности когда там меня уже но она мне сказала то что пока я не удалю видео но в процессе она тоже это говорила несколько раз давайте вы все удалите и потом она стала поперек прохода и надо сказать что она в принципе его закрыла собой сказала что я типа тоже не уйду пока я все не удалю и когда я уже отказалась да она сказала сейчас я кому-то позвоню начала копаться ну прям кого-то там набираетесь в контактах что сейчас я кого-то позову и типа вы все удалите я тогда сказал окей я вызывал полицию вот и потом когда я звучал что вы мне угрожаете он такой нет вы что вообще типа такого я близко и вы все для блога своего придумаете хотя опять же слава богу что я все снимаю потому что потом очень легко сказать что все придумала так как бы у меня все ходы записаны именно с учетом вот этого обстоятельства что да и было неприятно съемка но она могла отказаться и не отказалась от продолжения и вела себя так как вела а это конечно все усугубляет вот потому что были еще там ну мастер я чувствовала там несколько клиентов и они походу уже давно в этот целом входят и просто из-за того что мастер недоволен на это транслирует они тоже ко мне начинали плохо относиться хотя опять же я ничего не нарушаю я только свое лицо снимаю но в чем проблема блин снять макияж то есть мне должно быть стыдно за то что снимаю услугу за которую не стыдно брать деньги им и они ее продвигают то есть она у них есть на сайте они озвучивают по телефону что не указывают они озвучивают стоимость и никому для не стыдно но когда ты приезжаешь решаешь это снять и вдруг кто-то узнает о таком результате за эти деньги сразу должно быть мне стыдно что я собираюсь это озвучить блин ну в общем совокупности конечно это все выглядело очень стремно и я не могу назвать процедуру какую-то располагающую потому что потом дошло до того что ну любой мой вопрос он воспринимался в штыки и как-то мне там во всех грехах начинали обвинять и в конце даже эта тетечка наехала на некоторые сидела на маникюре что я типа не хочу мастеру оплачивать хотя это неправда еще когда я спросила можно ли сделать потише радио потому что там музыка была в перемешку с какими-то репортажами но просто развлекательного характера на все это довольно громко и как бы вежливо уточнила есть вариант лент потому что некоторые салоны в принципе с радостью откликаются это не проблема тут тоже знаете какой-то момент это превращает что любому вопрос как-то демонстративно обыгрывался мастера и она вот так вот ну там вот цокола привлекало внимание всех других мастеров в количестве три штуки по моему несколько клиентов которые там сидели их знакомые и вот они как-то все вот закатывали глаза и в общем мне транслирует что какая-то ненормальная типа ли когда я там спросила почему нас макияж не похожи тоже все это вот так вот типа ой посмотрите какая у нас тут дурость глупые вопросы задает нам так и не снова но если честно я не особо вижу за что тут можно деньги брать даже если не брать в расчет образец на который мы ориентировались но это прям далеко от того макияжа с которым не хотелось бы появиться в общественном месте в общем такое место не очень приятно и это из той серии когда тебе рады только когда ты не приносишь никаких неудобств и не дай бог никому не покажешь макияж который теперь сделать в этом салоне в общем вот такие вот дела все-таки у нас по моему давненько не было знаете когда формально как бы но особо придраться так не к чему то есть она да сделала что смогла тебя не побили но да там пару как бы серьезных разговоров по углам салона ну и все но ощущение такое очень неприятное и пытались навязать с другу чувство вины что это все неправильно делая даже блин в том что мастер мне в итоге сказала ничего не надо платить тоже я как бы виновата оказалась все вот такие дела ребят жду вас в комментариях напишите ваше мнение как лучше мне себя вести может быть я найду там ценные советики в следующий раз учту и обязательно обязательно подпишитесь на телеграм-канал где каждый день выходят ваши мацки бьюти трэш истории с фотками всякими видюшками которые вы мне присылаете в трэш-бот и также этом регулярно разыгрываю классные наборы косметики для нового конкурса в моем телеграм-канале я для вас приготовила вот такой потрясный набор во-первых фирменная косметичка benefit рассыпчатая профессиональная пудра с пуховкой от make up forever тональная основа от make up forever спонж для нанесения также линза фишай для любого телефона ну и базовая палетка от urban decay naked 2 чтобы участвовать в конкурсе достаточно просто подписаться на мой телеграм-канал ссылка будет в описании спасибо что досмотрели до конца я вас целую макканал макканал Где-то внутри, такая догорая